Здравствуйте, дорогие друзья, я Саадат Кадырова, и сегодня у меня в гостях Владимир Калиниченко, бывший старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР. Владимир Иванович принимал непосредственное участие в расследовании сумгаидских событий, и именно поэтому сегодня я решила побеседовать с ним. Владимир Иванович, здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы с вами беседуем, можно сказать, в преддверии даты, связанной с сумгаидскими событиями. В феврале, в конце февраля. 28 февраля. 28 февраля. И неспроста я, конечно, пришла к вам, потому что, наверное, вы один из немногих, а может быть, единственный человек, который говорит об этом, не боясь всегда, говорит факты и никогда не изменяет своей позиции. И вот первый вопрос, который я хочу вам задать, для того, чтобы нашим зрителям было понятно, почему, откуда растут корни, почему именно вы. Я хочу спросить вас, как получилось, что вы попали в Баку, в Азербайджан, в Сумгаидске. Я начал немножко с другого. Последнее время, последние годы, я постоянно слышал из средств массовой информации в России о том, что трагедию в Сумгаидске относят, и вообще историю армяно-азербайджанского конфликта относят к 1988 году, после Сумгаидских событий, что не соответствует действительности. Объясняю, почему. К 30-90-х годов на территории Советского Союза были Азербайджанская ССР и Армянская ССР. К этому времени Горбачев, который стал уже членом Политбюро, после смерти Черненко возглавляется, как и ПСС, генеральный избиратель, генеральный СССР, то есть становится главой государства. Горбачев долгие годы, и сразу берет курс на развал Советского Союза. Горбачев долгие годы проживал, родился и руководил Ставропольским краем, очень сложным по национальному составу. И он, как никто другой, знал проблемы международных отношений на Кавказе. Потому что он именно выходец оттуда, он там прожил всю жизнь, а тем более был руководителем этого края. И он прекрасно понимал, что такое обострение международных отношений, которые находились за годы советской власти в притихшем, затухшем состоянии. К чему я все говорю? Я писал на своей страничке в интернете о том, что Горбачев уже тогда решил использовать востребовательные отношения для развала Советского Союза. Это была одна из его целей. Начал он с провокации конфликта между азербайджанами и Арменией. Как это вылилось? Сразу после избрания, я приводил, кстати, у себя сейчас по памяти уже не помню, я привел конкретные факты, когда, в какие даты, кого он принимал. К нему зачастили армянские делегации. Кто называл Зорий Балаян, известный журналист. Сирия Капутикян, писательница армянская. И поддерживающая их, и ведущая этнографом, небезызвестная Галина Старовойтова. Они поставили перед Горбачевым вопрос, это была чистейшая воды провокация, о провокации Нагорного Карабаха к Армении. Хотя они территориально никогда не соприкасались. Тем более, еще раз говорю, это была территория азербайджанской СССР. Горбачев все это прекрасно понимал. И когда перед ним поставили вопрос, он поддержал идею этой делегации. Вот с чего начался армяно-азербайджанский конфликт. После этого, когда он поддержал, последовали митинги. Сначала небольшие, но с этого все начиналось. А вот после того, когда армяне где-то в 87-м году изгнали с территории Армении, почти 200 тысяч азербайджанскую, уходили через город, там погибло людей, никто не знает до сегодняшнего дня. Вот они-то и оседали в соседнем Сумгаите. Вот с этого все начиналось в Сумгаите, понимаете? Поэтому, я еще раз подчеркиваю, события в этом регионе спровоцировал Михаил Сергеевич. Когда произошли события в Сумгаите, мне позвонила моя руководство, сказали, срочно вылетай в Баку, потому что там такая трагедия в Сумгаите. И так я там пробыл два месяца, может полтора месяца где-то, пока меня не откомандировали обратно в Казахстан. Помню, когда мы приехали, город был оцеплен. Туда вывели десантников. Был строжайший пропускной режим. Вот даже для нас проехать в Сумгаите была тогда проблема. А прокурором Сумгаита был эсмет Грипов, который потом стал прокурором республики, и которого вместе с другими руками сбили в Нагорном Карабахе. Это уже последующие годы. Мы с ним подружились, с эсметом. У нас были очень хорошие взаимоотношения. И вот я к чему это все говорю, почему вспомнил о бессмеде, понимаете? Дело в том, что, конечно, во-первых, туда понаехало примерно где-то оперативных работников, следователей МВД, прокуратуры и КГБ, порядка 500 человек. И вот меня что-то над чем иронизировало. Их негде было собрать, чтобы провести какую-то оперативную... А для чего нужно было такое большое количество? Ну, такие принимались решения. Ну, вы знаете, я всегда говорил так по жизни в то время. Мне не нужно такое количество работников. Дайте мне пять следователей, я их сам отберу. И поставьте, я с этой задачей справлюсь при наличии пяти человек. Вот это количество мне не нужно. Потому что, еще раз говорю, там негде было даже собрать этих всех, провести оперативное совещание, дать задания и так далее. Но вот как раз тогда, на том периоде, азербайджанская сторона, и в лице ИСМИТ, и в лице работников прокуратуры, особенно в лице оперативников, они же в подавляющем большинстве были азербайджанцы, они активно нам помогали. Я сразу определился, самым последовательным был четвертый микрорайон. И вот, там была такая, третий этаж одного из домов, там жила семья, как сейчас помню, фамилия Блитардатова. И вот трое мужчин забаррикадировались, их штурмовали чуть не сутки. Вот. И там двое погибли, остался живой, такой мужчина лет 30, фамилия Ишхан, по имени Ишхан. Вот. Его я уже допрашивал. Он рассказал, как это все было, как они отливались, кипятили воду, а к ним из соседнего дома пробили тырку в стене и так далее. Но я не к этому все говорю. Дело в том, что у них большая была семья. И когда они поняли, что с ними могут расправиться, они женщин и детей спустили на первый этаж. Казербайджанцы. И женщины их спрятали. А когда шел погром, женщины не обнаружили, они стали их искать. И пришли к этим азербайджанкам. И говорят, если вы прячете, мы с вами расправимся. Они никого не выдали. И так эти женщины и дети остались живы. А к чему я это все говорю? Я помню, когда через несколько дней вот эти сумгаидские армяне покидали Сумгаид. И вот мы стояли на улице, а они выходят с этими пожитками, но их машины под охраной и грузят и так далее. И вот эта армянка верхняя, а эту женщину сейчас, скажи, звали Саадат, как не помню сейчас точно, или Самангюль. И она ей кричит, Самангюль, Самангюль, ты святая, ты для нас святая будешь всю жизнь. Знаете, вот такая поразительная благодарность. Благодарность, но они живы остались. Это же живой факт, что я видел на своих глазах. Понимаете? Вот и так далее. То есть люди-то вели себя по-разному. Но для меня еще что было поразительным, одним из тех, кого я изовлечил при моем участии, был такой, если меня память не изменяет, его фамилия была Исмайлов. По-моему, это Олег, может быть, я немножко что-то путаю. Дело не в этом. Он был активным участником. В одном месте он там грабил, но для меня что было поразительно? Когда он признавался, он штурмовал квартиру Тардатовых и так далее, и вот я его допрашиваю, мне дают показания о том, что вот в таком-то доме, по такому-то адресу убили армянских детей и выбрасывали с окон пятого этажа. Ну, какая дикость, понимаете, да? Да. Вот. Я беру понятых, охрану. Мы с ним едем, и я прошу показать этот дом. Он показывает дом, показывает квартиру. Действительно, видишь, что она разгромлена, там окна разбиты и так далее. Начинаем проверять, там никто не погиб. Ни детей, ни взрослых, там все живы. Ну, квартиру разгромили. Да. И так далее. И я выясняю, что из окон с пятого этажа выбрасывали вещи. Подушки, постельные принадлежности. К чему это все говорю? По материалам предварительного следствия были убиты 26 лиц армянской национальности. Среди них 27-я была женщина, труп ее не нашли, но будем считать, что жертв было 27. А вот спустя пару лет меня пригласили колонной зал Дома Союзов, где был я, будущий премьер-министр Павлов. А в зале, так, наверное, ряду в 15-м сидели человек 40 армянов. И вдруг я слышу провокационные такие вопросы о том, что я и мои коллеги мы скрываем действительное количество жертв Сумгаидской трагедии. Так. Вот. Я говорю, подождите, хорошо. А я вот как предчувствовал все это. Я говорю, скажите, пожалуйста, вот я с собой захватил книгу, которая издана в деревне. Жертвы Сумгаид. Сколько здесь трупов? Ну, это же не мной книга издана. 26. Назовите мне 27-го, 30-го, кто безвестно исчез, а мы их трупы не нашли. Я скажу, да, мы проверим. Эти люди были живы, а пропали после сумгаидских событий. То есть мы косно признаем, что жертв было гораздо больше. Они поднимаются, вот эти все два ряда, и демонстративно уходят из зала. Потому что их не устраивает мой ответ. Конечно, я рассказывал об этой Самангюль, которая спасала. Вот. Потому что, ну, у меня же много было тоже и моих прокурорских друзей, азербайджанцев, да, которые дружили с армянами. Да. Потом помогали ему ехать и так далее. Ну, надо рассказывать, но можно бесконечно. Ведь я же хорошо тогда знал и понимал, что вот если в Армении, руководстве Армении, азербайджанцев вообще не было, то в Баку было два армянских района, где были руководителями лица армянской национальности. Ну, армян проживало очень много. В ЦК сколько их было? И в прокуратуре сколько было? Ну, ну как, в основном были, конечно, азербайджанцы, но, наверное, человек 10-15 было армян. Вот. То есть ребята жили все дружно. И вдруг на моих глазах, это уже было после Сумгаида, через пару лет, и позже я увидел, как все это стало перерастать в какую-то взаимную ненависть, которую практически спровоцировали армяне. Что я не понимал ни тогда, ни после этого. Когда они захватили эти районы, которые никогда армянскими не были, я имею в виду Агдам, Семь районов, Физули, ну, семь районов, где я был. Потому что я в Нахорный Карабах в этом году ездил, я там был. Причем меня сопровождали мои коллеги, следователи из прокуратуры республики. И они были родом оттуда, там жили их родители. Я был в их домах. Мы там на ДНС-2 и так далее. Я тогда сказал, ребята, если вы захватили вот эти семь районов, никогда в Азербайджане с этим не смирятся. Никогда. То есть война неизбежна. Ее можно локализовывать до какого-то времени, заниматься перемиривающими, но проблему нужно решать кардинально. Второй момент. Ну, что бы вы ни говорили. Но если уже армяне так любят своих соплеменников, почему они не признали Нахорный Карабах Армении? Но они же не признали его. Да. Мне азербайджанцы, мои друзья и коллеги задают вопрос. Владимир Иванович, а вы помните участие армянина в погромах, в изнасилованиях в Сумгаиде? Я говорю, нет, не помню. Но искренне. Да. И тогда мой бывший ученик и коллега сегодня в прокуратуре республики дает мне постановление об аресте некоего Григоряна. Вынесенный лично мной, то есть я его арестовывал. Вы вспомнили. Да я сразу вспомнил, то есть насилование двух сестер, его и так далее. Естественно, что я значения этому не придавал, для меня он был просто преступником. И я тогда прекрасно понимал, что произошло в Сумгаиде. И я прекрасно понимал, с чего это началось, почему это продолжилось и почему все так закончилось трагически. Хочу вас спросить. Вот была такая теория, мы тоже тогда с вами об этом говорили, когда книгу делали, о том, что армяне знали о готовящихся погромах и очень много зажиточных армян заранее сняли со своих сберкнижек деньги и уехали. Вы знаете, я сейчас... Нет, вопрос идет о чем? Почему я об этом говорил? Я не знаю, там снимали, они не снимали, кто уезжал, вопрос не в этом. Дело в том, что началось все ведь с митингов, которые проходили в течение, может быть, месяца, может быть, больше. И они были антиармянской направленности. Понимаете? Вот этот последующий массовый беспорядок они как бы висели в воздухе. И, конечно, те, кто понимали, что это неизбежно. Да, я уверен, что они, конечно, оттуда сбежали и деньги поубирали, и золото вывезли и так далее. Мы с вами в прошлый раз тоже на эту тему говорили, и вы рассказывали о том, что когда вот происходили вот эти митинги, погромы и так далее, что все-таки там присутствовали какие-то люди... когда мы допрашивали, когда мы допрашивали, когда лично я допрашивали, да, непосредственно и обвиняемых, и подозреваемых, и свидетелей, они давали мне показания о том, что в толпе, которая вроде не была, была неорганизованной, ими руководили лица интеллигентно одетые, которых толпа слушала и выполняла их указания. Им не было дано указание, их предприятий подробно описывали и так далее, отдавать в подразделения следователей КГБ, которые выглядели организатором. Ни один организатор установлен не был, и ни один не был привлечен к уголовной ответственности. Что позволило мне прийти к выводу, что в этой провокации принимали участие сотрудники КГБ. Да, я ничем это доказать не могу, это мое предположение, но я думаю, что оно основано на этом. Тем более, что когда спустя года я об этом рассказал, там в бригаде был мой бывший сокурсник, полковник КГБ, следователь. Я сказал, слушай, а ты ведь в точку попал. Нам Бобков, первый зам пред КГБ, запретил устанавливать этих лиц и придавать их в суду. Поэтому организаторов массовых беспорядков не было. Из чего я прихожу к выду, что массовые беспорядки все-таки были спровоцированы. Вот я всегда говорил и повторяю, и еще раз хочу повторить, в обострении междунациональных конфликтов, в гибели вот этих людей, в Узбекистане, в Киргизии, в Азербайджане, в Армении, лично повинен Михаил Сергеевич Горбачев, который использовал обострение междунациональных отношений для развала Советского Союза. И когда он сегодня пытается давать какие-то советы и выступают его защитники о том, что он был чем-то человеком недальновидным, простите, это кадровый противный работник. Согласна. Владимир Иванович, я хочу вернуться к сегодняшнему дню. Вы уже затронули тему второй вот этой Карабахской войны, которая сейчас произошла, возвращение оккупированных земель. Сейчас пытаются представить конфликт между Азербайджаном и Арменией, армянская сторона, как межцивилизационный конфликт, как конфликт между мусульманами и христианами. Садат, объяснял и еще раз объясняю в очередной раз. Мне совершенно случайно довелось разыскать доклад моего коллеги 1905 года о безвестном, похожем на Сумгаид, конфликте в Баку, который возник на рынке. Текст этого доклада царю Николаю II написан моим коллегам с присущим тому времени языком. Когда я прочитал, я был поражен, он написал об этом в книге. Интересно. Что если перевести его доклад на современный язык, которым владею я, русский, то вот причины того конфликта в Баку 1905 года и Сумгаидские события в причинах, он же писал о причинах этого конфликта, они абсолютно одинаковы. Понимаете? Поэтому вот этот конфликт застарелый, он уходит, но в древнюю историю. А с кем этого конфликта не было? Владимир Иванович, знаю вас давно, очень вас люблю и всегда приятно с вами общаться, именно потому, что вы апеллируете к фактам, вы человек очень интересный и всегда интересный. Знаешь, Садак, я тебе скажу, повторю еще раз заключение. Вот эти все провокации нужно остановиться. Ну, хотя бы говорить правду. Хотя бы говорить правду. Понимаете? Ну что ж, спасибо вам большое за этот интересный разговор. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...